мы поговорим с вами сегодня еще немножко про хануку когда мы говорим про хануку то у нас волей-неволей выскакивает в голове прежде всего заповедь ханукальная какая самая главная ханукальная заповедь персума иниса что такое персума иниса мы сейчас должны сделать переведу с арамейского ноября персомет рекламу чему мы делаем рекламу чудеса каким образом мы делаем рекламу я конечно некоторые скажут но я люблю покушать поэтому я буду делать рекламу так я буду кушать пончики я буду кушать разные блюда которые связаны с делаются на масле латки с шматки с и так далее можно сказать молитве я делаю галель где может быть больше персум низ чем алель я сейчас восходяю всевышнего из-за того чудо которое было и снова таки читаем отрывки из торы где рассказывается про ханукат обаит про то как на сиим князья главы колен приносили свои приношения в храме и потом в конце там заканчивается вы зота ханука и так называется кстати день последний день хануки вот это вот ханука это у нас обновление настоящие поэтому зота ханука на самом деле сказать чтение торы вот тебе есть в это ханука алель это прославление но волей-неволей ничего не поделаешь у нас есть еще из и заповедь свечей которые мы зажигаем сколько свечей мы зажигаем в общем 44 ладно кто же будет мелочиться согласен шамашин кто сказал мне что шамаш не обязательный покажи а нету такого ответа извини я тут с ровтрушенным поспорю абсолютно по крайней мере в той формулировке которой ты его привел потому что почему-то мне кажется что я с ними тогда в жизни спорить не буду потому что мы слишком много раз вместе зажигали свечи и никогда в жизни он не зажигал без шамаша то что он скорее всего сказал что если ты у тебя есть другое освещение и у тебя есть только одна свеча и ты ее зажег ты выполнил заповедь ханукальных свечей даже если ты не зажег шамаш такое верю что было сказано на самом деле ты заповедь выполнил даже если зажег одну свечку и и когда мы говорим про свечи то в принципе есть четкий запрет который написан запрещено пользоваться ханукальными свечами для освещения и неважно я хочу ими воспользоваться для того чтобы найти свои ключи или учить тору роли нету я сейчас пользоваться ханукальными свечами не могу точно так же как и в храме я не должен был пользоваться минорой а нам это напоминает именно про минору хотя в миноре у нас 7 сейчас здесь 9 я только что ответил на это ты сидел здесь полминуты назад я сказал что игра в трушин всегда зажигает шамаш я не знаю ни одного человека который не зажигает шамаш нету такого мнения забудьте про такое мнение потому что оно не существует существует мнение что если ты не зажег шамаш и у тебя есть другой свет или получается что ты не пользуешься этим светом этих свечей то в таком случае заповедь ты выполнил бе-ги-а-вать постфакту если уж так сделал то бессендер мы тебе засчитаем заповедь нужно ли не нужно сжигать тут нету мнений что не нужно забудьте нет такого не не было никогда видимо раньше людей были свечи просто всегда зажженные в течение там ночи вопрос сегодня если у меня к примеру до в доме горит свет то по большому счету я сейчас ну я на улице зажигаю дети зажигают на подоконнике есть свет которым пользуются если они не зажгут шамаш прокол не такой уж большой заповедь выполнена цена но снова такие мы естественно шамаш говорим что шамаш нужно обязательно зажигать шамаш дословно переводится слушка для чего он служит если это масляные свечи то никто от шамаши не зажигают шамаш служит тем что он дает свет которым я могу пользоваться если ты зажигаешь там какие-нибудь восковыми парафиновыми свечами с теоринами не важно даже сегодня есть такое понятие как твердое масло оливковое хотя но при нагревании в итоге становится жидким но пока она холодная она тверда ты можешь зажечь шамашем действительно другую свечку другие свечки друг от друга ты зажигать не можешь категорически потому что я сейчас не могу использовать хотя теоретически но супер теоретически тут кто тут у нас великий кунфуист трестант будем они я понял извините в лайку значит он может стать около свечек зажечь первую свечку а потом следующей свечки зажигать ударами воздух двигается фитиль огонь перескакивает со свечки на свечку у него все просто фантастика будет если я не двигаю свечку то в таком случае я могу зажигать спокойно свечу от свечи проблема в том что брать свечу после зажигания это неправильно если она уже зажжена то она должна быть на своем месте кстати это одна из причин по которой нельзя я не могу пойти зажечь дома все свечи подсвечники потом вынести их на улицу и поставить ну в аквариуме они специальном аквариуме но когда зажигаешь на улице открываешь если ветер так ветер задувает очень часто нет тяжело зажечь я не могу зажечь дома и вынести уже зажженное я должен зажигать на том месте где будет если ты находишься в том месте где ветер и и свечки там гореть не могут то даже если там их зажег то ты не выполнил как никакой заповеди заповедь будет считаться только при условии что ты зажег их там где они прогорят свои полчаса и снова так если ты зажег свечи которые которые горят пять минут то в таком случае ты никакой заповеди не выполнил если ты покупаешь очень маленькую ханукию и ставишь свечки однако другой то они горят обычно очень быстро потому что получается что соседние свечи нагревают ту свечу которая между ними и скорость увеличивается в геометрической прогрессии поэтому там не написано полчаса у тебя за пять минут и нет свечки а иногда и быстрее даже масло если вы сделали спокойно зажгли наборчик с маслом тоже вариант сколько наборчик там этот стоит в раме леве не больше в раме леве зависимости от сортов там будет наверно 36 до 46 в каком-нибудь другом магазине ты можешь найти за 70 но плюс-минус снова таки можно купить фитильки за 3 шекеля бутылку масла за 10 шекелей и вдвоем зажигайте это ставит там на час-полтора каждый день на двоих этого хватит и два наборчика стаканчиков будет с подставкой будет стоить еще 10 шекелей то есть подставка все равно нужно даже если покупаешь этот наборчик про который ты сказал да вот этот треугольный ханукия треугольник это миллион свечек это кошерно не что такое треугольника с миллионом свечек я такого не знаю о чем речь вот треугольник это коробка там уже все свечки стоят одно зажигаешь завтра две очень удобно это кошерно не кошерно работает мы понимаем для тех кто в танке для тех кто в танке это не работает вообще а потому что они в танке а для тех и у кого есть голова на плечах эти никто в треугольнике не зажигает оттуда достается и ставится это для танкистов я еще раз объясняю исключительно для танкистов нету так нету такого нету в этом удобство этой конструкции что ты покупаешь сразу все готовое ты не выставляешь каждый день спрашивают логически по что ханукия не обязательно как инструмент поэтому вопрос возникает если ты зажег в ряд то в принципе это будет кошерно хотя не кошерно объясняю что не кошерного будет в этом не кошерного в этом будет то что по аллахе шамаш всегда должен быть выше чем все свечи если у тебя он не выше я знаю ясно поэтому оставим это для танкистов не думайте что я думаю плохо плохо по танкистов и десять лет здесь был в танковом батальоне все нормально если очень хочешь можешь поставить их в ряд без ничего на столе поставить камешек и на камешек еще одну можешь для особо ленивых одну вытащите поставить на камешек рядом и зажигать для особо ленивых это не сделано для ленивых это сделано для продажи это не сделано для использования в качестве хануки это не делано для того чтобы использовать это в качестве хануки и если кто-то это это как коробка удобно сделано это не сделано где ты можешь сразу и видеть это я на сегодняшний день беру это на завтрашний это на послезавтрашний это не для использования в качестве хануки если вы решили поизвращаться какой радиус должен находить и такую ханукию мы же говорим что ханукия легко большинство хануки как раз под это и подстроено началась маленький в принципе тоже масло которое у нас для хануки она становится мукци если со дня на день осталось то можно конечно следующий день использовать если нет лучше его сжечь или некоторые выливают и так далее ой вы а вы если будешь ставить шаббат свечи шаббат не свечи зажигают шаббат не свечи мы зажигаем если мы говорим про женщин тоже женщина естественно зажжет начале ханукальные свечи потом шаббат не свечи мужчина может спокойно зажечь шаббат не после этого ханукальные потому что мы не принимаем шаббат но это в любом случае делается по светлому на шаббат если кто-то зажигает маленькие свечки которые там 35-45 минут он не может на шаббат зажигать эти свечи на шаббат он должен взять свечи у которых будет минимум полтора часа желательно ну полтора часа в принципе хватит что ты зажигаешь это там за полчаса до шаббата плюс там 15-20 минут бэйна шмашот плюс еще полчаса как раз у тебя хватает спокойно если ты взял свечу которая полтора часа меньше свечи на шаббат не годятся таблетки обычные горят плюс минус четыре часа там два-три часа есть у них с гарантия хватит на шаббат тоже поэтому тут вопросов никаких не возникает зажигается заранее после шаббата после авдалы идешь ставишь новые свечки и спокойно себе зажигаешь спичку от шамаша кстати можно зажигать спички от других свечей нельзя зажигать спичку даже если я сейчас хочу зажечь следующую свечу цена где я могу зажечь я могу зажечь это в свадебном зале синагоги посредине улицы города москва в кишине что не сжигают на улице какие вы имеете вот эти большие большую хану кью вопрос упирается зажечь нет никакой проблем в чем у меня проблема могу я благословить или нет сколько у у меня есть благословений я понял какие три 1 2 3 до 6 я на последние всегда в принципе человек должен зажигать дома это место для которого предназначена браха это дом есть отдельное постановление для синагоги для места где молятся там зажигают с брахой человек который там зажигает он подразумевает потом что он зажжет или кто-то из его родственников зажжет место него дома за себя все равно нужно что это где сочувствую сочувствую значит на улице когда зажигают некоторые равы специально коверкают я извиняюсь что это говорю имя всевышнего то есть они вместо имени всевышнего скажет ашем чтобы люди просто услышали типа брахи но брахи нету как таковой есть место благословить вторую и третью браху если ты знаешь что есть евреи которые дома не зажгут потому что сказать благословение шерки шам и ставит его ну для лик нер шер ханука у меня нету никакой заповеди зажечь на улице за не у меня не урава любого города неважно какого нету заповеди зажечь свечи на улице это не дом там никто не живет но так как мы говорим что у нас вторая задача персума низа если есть люди которые точно не благословят дома и не будут зажигать то есть место сказать что второй браха 2 браку можно сказать цена и шейхи она соответственно тоже потому что если эти люди дома не скажет то получается точно так же как в принципе человек едет на танке по сектору азо я думаю что ситуация которая вполне реально будет через полторы недели едет человек в танке по сектору азо и видит в окне горящую ханукию но там еще часть домов разрушены не до конца там часть домов еще коробки стоят если сейчас как многие из пехоты которая там находится они ночуют не внутри номера то есть не внутри своего бронетранспортера а в домах значит если они сейчас ночуют в доме то у них есть однозначно заповедь зажечь на входе в дом или в дом свечи и сейчас едет танкист который знает что сегодня ночью ему не грозит зажигать свечи он в танке и перерыв у них будет плюс-минус к утру большинство операции сейчас базе производит именно ночью не все но большую часть делают ночью особенно с танками он едет и видит в окне ханукию какую браху насчет шеих яна я бы немножко посомневался потому что скорее всего какой-то из дней все-таки у него получится зажечь если он думает что не получится то он может сказать шеих яна потому что в принципе это для исполнения заповеди поймите должны понимать все заповеди по большому счету особенно когда мы говорим про хануку это не для того что ой но есть и вальными сиба слышали такое понятие запомните ритма дурно смысл еще более дурной но люди очень многие во всем мире этим живут ешь то есть сиба причина для месиба для вечеринки есть повод для вечеринки поэтому если мы говорим есть повод а ну сейчас же ханука значит давайте сейчас найдемся нашелся а найдемся можно пончиками нажрёмся боюсь что чем-то другим тоже значит не только пончиками и может плачевно все закончится мы говорим есть заповедь сделать трапезу на хануку нету заповеди делать трапезу на хануку специальную нету такой заповеди но будем есть курин и на трапезу которая после минхи как бы дневная трапеза грубо говоря есть запах на вечерние нету хотя многие тоже ее делают но у дневную есть запах кстати называется миште пир пьянка но это заповедь трапеза но здесь мы можем любую трапезу превратить сюда митва в не просто в трапезу а в трапезу заповеди каким образом только не говори пожалуйста про масло и про пончики не говори про масло и про пончики каким образом я могу это превратить судат митва кому тебе сразу сделать обрезание для тебя будет митва запросы услышал но нет еще проще намного проще согласен закончить масса это с ханука не ханука всегда это будет судат митва не спорь и что ты выиграл сделал на хануку согласен судат митва если ты будешь говорить еврейтора связаны с ханукой персума низа ты превращаешь это сразу праздник кстати не многие говорят что даже если ты поешь песни у которых есть смысл глубокий не слегка ухат наука указался бы голосов со мной сгоду да я по конечно все таки даже в этой песенке можно сказать что скал несгоду ляя по большое чудо было здесь но все таки маловато будет но есть очень много песен еврейские песни у них если а зажигание свечей если я приглашаю гостей думаю что вас может быть тоже заглашу какой-нибудь день стараемся зажечь свечи сразу после зажигания свечей сделать трапезу пока они горят это правда я конечно буду рад вас увидеть хотя любом случае для вас это будет небольшая проблема потому что вы зажечь там свечи не можете почему нет этого что нет нет вы должны зажечь там где вы ночуете если вы будете у меня ночевать туда можно самим зажечь можно поучаствовать финансовые так далее это да но это только если вы мне ночуете а если вы у меня не ночуете то зажигать свечи вы можете только там где вы ночуете дом и и поэтому получится что если вы будете мне на траве на трапезе то пока вы вернетесь будет темно можно зажигать свечи что для этого нужно будет интересный вариант чего конечно всегда нужно ну как она здесь может примаститься я не очень понял если вы зажигаете не вовремя то это должно быть то время когда есть люди которые получат от этого удовольствия то есть для которых это будет персумы низа если ты пришел в три часа ночи и в четыре по вожительным причинам то ты не можешь сказать сейчас они сильно вот и но что можно разбудить разбудить братца чтобы он посмотрел и ответил а мы это потом значит единственное что здесь отмечу что если че это если евреи сжигает тоже нужно чтоб еврею видел они тот кто проходит гивы но снова таки я думаю что если вы вернетесь в девять в десять часов вечера махом мире будет еще достаточно много людей которые ходят по коридорам или если вы зажжете в окне то на улице или в домах напротив в девять десять вечера еще точно кто-нибудь да не спит поэтому можно будет спокойно сразу зажечь зажигает обычно не раввин хотя раввин тоже может зажигает один из членов общины и благословляет это его не освобождает от зажигания дома он должен зажигать только там уже барху ты не говоришь смотри если ты зажег с проходит синагоге ну сброходит именно нет своя ханукея в стороне ханукея которая около шале цибура значит и если ты там благословил с брахой и с опозданием зажегла себя дома то не нужно что кто-то видел ты уже браху сказал персума низа уже было ты сейчас зажигает чтобы выполнить заповедь зажечь и том месте где ты будешь ночевать никакой проблемы у нас здесь нету цена то здесь мы делаем